Сколько денег тебе нужно, чтобы ты прямо сейчас разбил свою гитару в щепки? Ты чё роплишь? Я, конечно, понимаю, что... Оу, ееееееее... Блин, да ты гонишь! Канат, Акстар, тысяча, одна чё здесь тысяча, если разрезаешь струны ножницами? Прошу спеть, Мангерштейн, уф! Ребята, всем привет! На это видео я потратил очень много денег. Я копил несколько недель, чтобы его записать. Я вдохновился в видео о Дэви504, но сделал я намного лучше. В сегодняшнем видео мы узнаем, на что готовы стримеры ради денег. Будет очень приятно, если ты поставишь лайк и надеюсь, ты уже подписан на канал. А если мы уходим в тренд, то будет вообще бомба. А если вам зайдёт это видео, то есть ему вторую часть, где будут более жёсткие задания, большие донаты и популярные стримеры. В общем, максимальная активность. Не буду тянуть. Погнали. Попробуем спросить сначала, знают ли она меня. Погнали. Да, донат работает. Спасибо! Знаю ли я, кто такой Акстар? Нет. Не знаю. What? What the fuck? Не знаю. Давайте погнали. Тысяча рублей. Споёт ли Деда Максима? Во-первых, спасибо. Во-вторых, я не слушала Деда Максима ни разу. Хотя я слышала его упоминания на стримах в каком-то невероятном количестве. Видимо, придётся послушать. Хорошо. Выучу. И всё? В смысле? Так, ещё одна просьба спеть Деда Максима. Пожалуйста, спой Деда Максима хоть как получится по аккордам. Кто такой Дед Максим? Сейчас она узнает, что такое Дед Максим. Нет! Ага. Вот и помер Дед Максим. Да и хуй остался с ним. Положили его в гроб, в кубку, упёрся в потолок. Я не хочу этого петь. А можно я просто аккорды сыграю? Нет, нужно спеть. Она ещё и дохрена длинная, я вам скажу. Чем всё закончилось? Нет, нужно спеть. Куда какое разгружаем? Ванильная, шоколадная, клубыничная, обычная. Кто-то зажидатил пять тысяч, чтобы эту песню не пели. Я не хочу её петь. Я прочитала текст, и мне дико не нравится текст. Ещё тысяча рублей. Одно четверостишее. Я спою это в том варианте, в каком я вижу эти аккорды. И он скороленый был мужик. Грядки он копал. Грядки поливал. И соседку, тётю Зину. Помогал ей очень сильно. И соседу помогал. Ему крышу заладал. И симбиоз, восьмикласснице. Дед Максим. Восьмикласснице, Дед Максим. Это то, на что я способна. Песня была спета, хоть и не совсем правильно, но с помощью доната мы заставили человека перейти через себя и спеть песню, которую ему очень стыдно было бы спеть. Я думаю, цель выполнена. Погнали дальше. Так, ребята, я нашёл ещё одного стримера. Какое бы задание ему дать? Разрезать струны. Да, мне нравится. Давайте попробуем. Ну что, пробуем? Чего-то волнуйся, если честно. Я не знаю, разрежу это он или нет. Очень волнуюсь, очень стыдно. Она так стар. Ты ещё одна чуть здесь. Ты, если разрезаешь струны ножницами. Договорились. Прямо сейчас, да? Да. Нет, это опасная струна. Рез ножницами. Ну, давай попробуем. Первая пошла. Вторая. Всё, дальше не идёт. Всё, короче. Так. Давайте. Да иначе ещё 10 тысяч, если разбиваешь её пол. Очень жалко гитару, это очень неправильно, но, блин, это очень интересно. Блин, очень жалко, если он развивёт гитару, я будет очень жалко, но, блин. Стар, при сладке, десятку, да иначе ещё 10 тысяч, прямо сейчас разбиваешь её в пол. Извини. Ладно, понимаю. Не смогу. Я её обещал разыграть подписчикам. Ладно, это, это нормально, это, это ожидаемо, потому что гитару это слишком жёстко разбить. Я даже его сейчас похвалю за то, что не разбил. Но он разрезал струны, это очень, это очень смело, так что, я бы не, я бы не разрезал свои струны. Гитару разбивать не круто. Молодец, что не разбил. Ребят, я нашёл ещё одного стримера, вы его должны видеть сейчас. И я думал, как, что его попросить? По нему же видно, что он ярый поклонник Моргенштерна. Да, конечно. Давайте попросим спеть какую-нибудь песню Моргенштерну. Акстерну, видишь, я её не, это... Я не слушал его вообще. Спасибо тебе, конечно, за рубль, но не пел даже не то по льту. Я по нему вижу, что даже если назначу ещё, он будет стоять на своём и вряд ли он её споёт. Я, конечно, попробую ещё занять ещё сотку и попросить всё-таки спеть эту песню. Так, ещё соточка, пробуем. Всё-таки убеждаем его спеть эту песню. Конечно, ты прям это озадачиваешься. Ещё раз позвонишь, я тебе пальчики с икатором подорваю. Конечно, ты прям озадачиваешься, чувак. Кадилак сейчас будет, кадилак. Нет, чувак, я даже не буду против, так это чушь какая-то. Дружище, если что, не обессудь. Так, у нас ещё один стример, какой-то угарный чувак. Давайте закинем его сначала. Я не вру. Оху! Акстар, тысяча рублей. Акстар, ты чё, ты больной, что ли, какая ты чё? Так, вторая тысяча рублей. Признаюсь, честно, попробовал их. Я слышу звук доната. Или мне кажется? Твикс. Задоначу 10к, если скачаешь Лос-Старк. Акстар, ты чё, больной? Братишка, ну, блин, я очень хочу десятку. Прям обожаю тебя, чувак. Но я уже играю в Лос-Старк, она у меня скачена. Братан, я обожаю эту игру, потому что она бесплатная, потому что я установил её на свой комп, и я просто кайфую. Очень странный чувак, но удивительно, но он... Дело говорит. Ребята, кстати, в Лос-Старк подвезли обновление, которое изменило всё. Сейчас сделано большой фокус на исследование красивого и огромного мира, в котором нужно развивать своего персонажа, активно сражаться с монстрами, при этом можно соревноваться с другими игроками. Помимо эпичных сражений, в Лос-Старк также можно заняться рыбалкой, охотой или даже археологией, исследовать морские просторы, передвигаться на личных судах, которые также можно прокачивать. Обновление 2.0 принесло глобальные изменения. Теперь можно обзавестись личным поместьем, построить свою лабораторию для крафта предметов, снаряжать экспедиции к новым континентам, а также собирать друзей для вечеринок под открытым небом. Также в игру добавили новый континент Фейтон и нового мирового босса Эльбергаст. В общем, Лос-Старк не стоит на месте, постоянно развивается, так что новая игра, кто или старый, переходи по ссылке в описании, получай от меня подарки и начинай своё путешествие в этот чарующий мир игры. Кстати, игра полностью приведена на русский язык, это очень круто. Погнали к следующему стриму. Ребят, очередной стример, сейчас будет очень дупое задание, но я надеюсь, это будет весело. В общем, первое, задоначивай 10к рубля, если покричишь на стакан, чтобы он не разбился, а второе, если не получится, то просто каким-нибудь образом разбей. Ну да, это же я, вы же знаете, я не могу потроить. Акстар, воу-воу-воу-воу. Даже, погоди, два раза, если покричишь на стакан, попытаюсь его разбить таким образом. Ах ты! Ну блин, ну, ну чё делать? На стакан взять? На стакан вообще невозможно, кстати. На бокал можно. Блин, конечно, на бокал надо. Ну вообще правильно, да, нужно отключать на бокал. Просто ребята в части очень угорают. Прочи, фокус типа же в том заключается, что ты резонируешь в ноту. Анриэл, ну я попробую. Какое задание придумать? Покричи на стакан. Гениально! Я! О! Я! Я никогда не занимался этим, если честно. Вот никогда. Да, конечно. Ну давай разобьём, а лучше делать. Я не могу, я ржу! Я! Изик, в катку. Вроде даже в биток попал. Но главное делать это под серьезную музыку. Тогда неважно ты делаешь. Даже сейчас. Все, 10 тысячи влетело. Спасибо, Паш, от души. Так, ребята, очередной стример, я его знаю, это Рома Канаграй. Скажет, пошли. 20 тысяч рублей с просьбой сыграть с песней Мангерштерна «Уф, деньги». Я на самом деле почти уверен, что он этого не сделает, но почему бы не попробовать? Акстар. Так, тысячу рублей, так. Прошу спеть Мангерштейн «Уф, деньги за доначу, 5 тысяч рублей». Так, давай посмотрим. Вообще, Акстар, хочешь сыграем Мангерштерна? Все, давай пять штук. Так, ну сейчас, давай послушаем, что там, блин. Ух ты, даже музыка есть, да? Вот, вступление уже подобрал. Так, слушаем. Круто, круто, круто. Я не ожидал. Я даже не ожидал, что он споет. А что мне дали эти вот же день? Быстрее стало разладаться печь. Но и п*** стало куда легче. Ну разве что теперь умру быстрее. 5 тысячи скинул. Очень круто, Рома, прям офигенно. Да, специально для Акстара. Ну давайте еще раз, да? Очень круто, спасибо. Все, не надо больше. Сейчас посмотрим. Попробуем добиться того, чтобы он разбил свою гитару. Сразу говорю, этого делать не надо. Свои гитары разбивать ни в коем случае не надо. Я против этого. Так все, погнали. Первые тысячи рублей. О, прилетело что-то. Прилетел донат. Акстар, привет, как настроение? С каждой секундой все лучше. Почти новая гитара. Тысяча. Обнял, приподнял. Дайте бог здоровья. Чтоб мама не болела, деньги были. Итак, донатик. Сколько денег тебе нужно, чтобы ты прямо сейчас разбил свою гитару? В щепки. Ну, я думаю, что это, скорее всего, фейк, чувак. Потому что... Так, секунду. Сколько денег тебе нужно, чтобы ты прямо сейчас разбил свою гитару? В щепки. Ты еще рофлишь? Я, конечно, понимаю, что... Ну, это супер круто. Благодарю, вообще. 2К? Камон. Не знаю, но мне жалко. Гитара... Две тысячи рублей не показываются в полосочке. У него было две цели. На новую гитару и на покушать. Я случайно скинул на покушать, а не на новую гитару. Блин. Я не знаю, это тот ли акстар? Я... Я серьезно говорю. Я хочу добиться того, чтобы он сделал это. Сейчас посмотрим. Погнали. Десятка. Я боюсь... Я очень волнуюсь. Надеюсь, он еще записывается. То есть мне... Разбей... 10К? Ты рофлишь. Да ну. Акстар, любовь обнял, приподнял. Все от тебя хорошего в этой жизни, но... Как я могу братский подарок развалить? Ну, ты понимаешь, ну это... Даже если с ним поделюсь деньгами, боюсь, это беспредельно. Слишком, слишком беспредельно. Ну я... Все, теперь, понимаете, в школу не хожу, потому что могу. Что? Погнали. 20 тысяч рублей. Я разбью уже гитару. Оу, ееееее... Блин, да ты гонишь! Не, ну тут... Блин. Блин, ты гонишь! Да ну как? Что? Я не понимаю, это вообще реальные дети. Интересно. Ну, все, я... Ну, тут уже... Минус 30 тысяч. Это гитара купила мне 100 гитар практически. Так что я думаю, что все-таки пришло время показать вам... Ну, я все-таки разобью, да, потому что... Блин, да ну ты гонишь! Да я не понимаю, ты вообще... Ты вообще, блядь, реально или что? Так, секунду. Ой, реально это делает. Это жесть. Чтобы выписался звук. Я надеюсь, вы это увидите. О! Раньше времени чуть не разбил. Знаете, когда на соревнованиях... По теннису в фильмах. Видели по теннису? Они берут сначала так... Стучат. Типа, готов принимать. Знаете, типа, он уже все. Он уже... Я готов пас. Там мой невидимый соперник. Акстар, за тебя, брат. За то, что... Живи по красоте. Как бы, спасибо тебе за много новых гитар. Нет, не надо. Даже чуть-чуть выше. Готовы? Я считаю, что еще практически новое. Это ужасно. Пока что еще можно играть. Понимаете? Это почти укулеле. Практически. Еще чуть-чуть. И будут укулеле. Это еще можно склеить. Ну, я думаю. Возможно. Ну, я думаю, что... Это ужасно. Обращайтесь. Кому надо разыграть среди подписчиков? Гитара. Боже. Блин. 40. Шарите, да? 40к. Акстар, для тебя, брат. Барре. Любой лад берется легко. Гитара. Это ноу-хау. Любое барре возьмешь за 2 секунды. Блин, ну это рэш. Чувак, огонь просто. Я думаю, шикарно. Ну и чтобы вы не думали, что 100 тысяч на превью это какой-то кликбейт. Сейчас я реально задоначу 100 тысяч рублей. Доначу 100 тысяч рублей. Если разбиваешь гитару. Акстар, некий Акстар. Некий Акстар. Я не знаю, реальный Акстар или нет. Тысяча. Доначу 100 тысяч, если разбиваешь гитару. Тут как бы... Да, но никто не говорил. Никто не говорил о качестве данной гитары. У меня есть гитара. Это называется гитара. Это гитара. По факту да. Не, ну это же гитара. Гитара. Ярик, бочок, ботик. Сейчас, ребят, за 100 тысяч? Возможно, она станет играть лучше. Я не верю. Этого не может происходить. Выдуманный мир, я могу сказать. О, фингерстайл вообще намного лучше аркордов. Как бы да, ты, конечно, сын, но... Я не верю. Этого не могу сказать. О, фингерстайл вообще намного лучше аркордов. Такого просто не бывает. Все. Могу сказать, о, фингерстайл вообще намного лучше аркордов. Алло, братан, это все для ролика. Короче, сильно не радуйся. Вернешь же мне соточку, пожалуйста? Я что, богатый что ли? Ты дурак? А если тебе понравилось это видео, то просто поставь лайк и давай наберем 100 тысяч лайков. И я выпущу вторую часть, как я обещал, более жесткую и крутую. Я очень надеюсь, что ты подписан на канал. Скоро будет много всего крутого. Поэтому, надеюсь, у тебя колокольчик активирован. Все. Что-нибудь в конце крутую нужно сказать. Смешалик. Спасибо.